Привет, дорогая! Как ты себя сегодня чувствуешь? Как твое настроение? У меня настроение на 300%, но я до этого немножко волновалась. Но сейчас, когда я сюда села, посмотрела на тебя, поняла, что мне похуй. Я просто на тебя смотрю, мне уже похуй на все. Спокойненько стало сразу. Да, главное вдох-выдох. И все будет классно. Расскажи, пожалуйста, в целом знаешь о чем? Почему ты решила прийти на наставничество? Почему ты решила стать участницей реалити? Потому что, когда мы с тобой столкнулись первый раз, ты дарила мне такое большое количество любви и поддержки, веры в меня. Ты смогла раскрыть мою суть. Ты смогла заглянуть мне в душу, вытащить оттуда то, что я сама не могла увидеть. Я это чувствовала, но я боялась себе в этом признаться. Я боялась признать свою силу. Боялась признаться себе в том, что я могу менять жизнь людей. И мне казалось, что для этого нужно проработать проработки, сходить в психологу, закончить тысячу курсов, прожить 50 лет и на 51-м году жизни уже сказать, я наставник. И для меня вообще эта методология ценна тем, что ты в первую очередь даришь любовь самому себе, ты через себя проводишь любовь другим людям. Ты создаешь себе комфортные условия для того, чтобы люди потом могли расти. Потому что ты сначала сам растешь, потом ты уже другим людям помогаешь расти. Потому что невозможно не вырасти самому и взрастить других людях силу. Только видя силу в себе, ты можешь увидеть силу в других. Только давая поддержку себе, ты можешь поддерживать других людей. И это, на самом деле, для меня очень ценно. Потому что, когда человек вещает из пустоты, не из прошлого опыта, люди приходят, они это, да, может, один раз они это купят, они потом не придут. А я покупаю у тебя уже третий поток. И, на самом деле, для меня это нечто большее, чем наставничество. Для меня это целое, знаешь, это такой виток моей жизни, который я не могу объяснить, но я могу почувствовать то, что моя жизнь пиздец как изменилась на самом деле. И для меня очень ценно то, что я могу об этом людям рассказывать. Потому что я всю жизнь мечтала свой блог завести. Когда я пришла к тебе на разбор, я думала о том, что мне надо быть вилевонкой, варить шоколад. И в глубине души я хотела стать наставником. Но я пришла, рассказала тебе историю о том, что я хочу делать шоколад. Что я вот часто накоплю деньги, там куплю шоколад, там сварю его. И я этим самым усложняла себе жизнь на самом деле. Я создала себе вот этот ебышап, потому что я была в диком стрессе. Я там варила реально шоколад дома. Всех угощала бесплатно. То есть какие-то рецепты все это делала, структурировала. И я очень сильно устала на это. Меня заебал этот шоколад. И когда я к тебе пришла и сказала, что я хочу делать шоколад, ты меня спросила, ты реально хочешь делать шоколад? Я говорю, нет. Для меня это было очень мощным признанием, потому что мне никто до этого не спрашивал, хочу, блядь, этот шоколад делать или нет. И когда мы начали идти с тобой в глубину, ты мне подсветила, что я могу стать наставником просто по отклику, по желанию, по признанию своей силы, по любви на самом деле. И для меня это был разрыв шаблонов, потому что мне казалось, что наставником можно стать, когда у тебя там уже 500к скиллов, я не знаю, и так далее. Но на самом деле это гораздо проще, чем кажется. Потому что самое сложное, что здесь можно сделать, признаться себе в том, что ты готов к этому. Признаться в том, что в тебе уже достаточно всего. Признаться себе в том, что у тебя на данный момент есть определенное количество опыта, на которое придут другие люди, которые будут похожи на тебя. Мне раньше казалось, что я одна такая особенная, что у меня в одной такая, блядь, жизнь. Я такая, вот эта, сякая, все дела. И в тот момент, когда я поняла, что я не особенная, что я самая обычная, что люди вокруг меня самые обычные, для меня это был разрыв вообще шаблонов. И даже сейчас люди, которые ко мне приходят, я вижу их, я вижу их путь, я вижу то, что они такие же, как и я. И для меня очень ценно то, что я могу им помочь. Знаешь, я хотела еще спросить по поводу... Смотри, я отследила интересную вещь, что люди, которые приходят, и их удовлетворяет данная методология, обычно они обладают какими-то способностями. Это обычно либо я ясно вижу что-то, очень развитая интуиция, я чувствую себя. Есть ли у тебя что-то подобное? Да, на самом деле у меня с детства такие штуки есть. Я... На самом деле у нас есть очень интересная история в семье. Возможно, он мне рассказывал, но я сейчас поделюсь. Это такое что-то, знаете, вот у меня мурашки просто мне рассказали, я сидела такая, блядь, что? Когда мне было три года, мы сидели с бабушкой, и я что-то играла там, что-то делала, и я поворачиваюсь к бабушке, и я ей говорю, я помню, как я тебя нянчила. И то есть, ну, это какой-то момент какой-то реинкарнации, кого-то из нашего рода был, потому что это в детском возрасте еще связь вот с этим духовным, она очень крепка. И когда меня начали об этом спрашивать, я такая, я не знаю. И для меня это было что-то из разряда фантастики, но на самом деле у меня очень хорошо развита интуиция, и я очень хорошо чувствую людей. И мне очень часто снятся вещи и сны. Я увидела смерть близкого человека во сне, прям как наяву. Это все было там по времени, все, я прям прекрасно это увидела. И я прожила это два раза на самом деле, вот эту потерю. И я считаю, что это бесценный, бесценный, бесценный дар на самом деле чувствовать больше, чем ты можешь увидеть, видеть, потому что на самом деле, чем дальше я захожу, тем больше я понимаю, что то, что мы видим, это иллюзия. Что недавно я поняла, что мы, люди, общаемся, чем выше человек поднимается на уровень духовности, тем меньше ему нужно слов для того, чтобы выразить себя. И мы начинаем общаться вибрациями. То есть здесь уже можно по минимуму разговаривать, но это идет общение энергии. И чем вот это все выше происходит, тем лучше мы начинаем чувствовать себя, тем лучше мы начинаем чувствовать других людей. И мне было прикольно, когда я это поняла. Интересно, а с какими людьми в целом ты сейчас работаешь? Я работаю с людьми, которые готовы взять ответственность за свою жизнь, которые готовы расширить свою зону комфорта, которые готовы пойти в риск. И я беру в работу тех людей, которые были в моей точке А. То есть когда я зашла в работу, я была в состоянии, меня все заебало, я уже не знаю, что вообще мне реально делать. Вот сейчас человек, который ко мне первый придет, я пойду его послушаю. Я вот прям помню четкий момент, как я стою на улице, говорю, господи, помоги мне. И ты мне пишешь, погнали на разбор. Все, у меня не было никаких вообще сомнений о том, что что-то там странно или что-то еще. То есть я просто зашла к тебе в работу, и на самом деле я не была еще ни одного дня, чтобы я об этом пожалела. Потому что то, как я жила раньше, это немного материально, даже много материально. Там очень много страхов, там очень много стресса, там очень много напряжения, очень много сопротивления тому, что происходит. И раньше я думала, что, блядь, это за легкость вообще? Что это за легкость? Это люди, наверное, наебывают, легко сидят других людей, что-то им рассказывают какие-то истории. Но потом я поняла, что легкость — это то состояние, к которому ты приходишь и проживаешь ситуации, которые у тебя в жизни встречаются. То есть я не говорю о том, что когда человек живет легкостью, у него нет ни проблем, ничего. Мы все такие же люди, мы проходим порой через самые сложные вещи, но просто то, как мы из этого выйдем, зависит от того, как мы себя чувствуем. То есть до того, как я полетела на Бали, я была в состоянии жуткого стресса, я думала, что у меня взорвется жопа от того, что я не купила билет, я создавала иллюзию бурной деятельности, думала, что вот я сейчас напрягусь, у меня что-то получится. Но только в тот момент, когда я смогла расслабиться, когда я смогла взять ответственность за это, я пошла, купила себе билет на расслабонье, приехала сюда. Хоть мне и было страшно, но я понимала, что то, как вообще все будет происходить, полностью зависит от меня, а не от кого-то еще, от моего состояния, от моей реакции на это. И когда я сюда приехала, я двое суток лежала с температурой, потому что я думала, блядь, ну не может быть так просто. И в какой-то момент я сдалась и поняла, что просто очень может быть. Слушай, а какие самые основные трансформации на уровне личности ты прожила за время на реалити, ну или на ставничестве? Мои такие программы, самые ходовые, детская позиция, жертва, обесценивание и, ну и БШ, думаю, да, потому что я не брала ответственность за свою жизнь, не брала ответственность за свой результат. Я думала, что я уже, как бы это сказать сейчас, я думала, что я сейчас очень сильно захочу, и все получится. но это из позиции ребенка. Ребенок хочет, а взрослый действует. И я вот в этой, вот это две соответствующие, которые должны, составляющие, которые должны быть. И то есть я сидела вот в этой одной составляющей, а вторую я нахуй убрала, и такая, я тебя не вижу. И в тот момент, когда вы мне помогаете, когда в какой-то момент я сама вот в это выхожу, в эту честность иду, и себе говорю, слушай, ну ты себя сейчас наебываешь, ты сидишь и ждешь непонятно чего. Здесь надо сделать, пойти что-то придумать, что-то решить. И для меня это, пожалуй, самая мощная трансформация, потому что я всю жизнь была инфантильным человеком. Мне было очень в какой-то момент страшно в этом признаться, но я всю жизнь, у меня был типа, знаешь, не всю жизнь, а в какой-то момент у меня был балийский вайф. Я слушала до хера медитации, я такая вся преисполненная, духовная, но материи ничего не было, ответственности у меня тоже не было, потому что я перекладывала ответственность на медитации, на какие-то практики, на других людей. Я ждала, что кто-то придет и меня спасет, допустим. И для меня, на самом деле, это было просто таким отрезвляющим моментом, понять, что я сама ответственна за свою жизнь, что мне важно делать самой, и в любом случае я иду по своему пути, и то, каким он будет, зависит только от меня. И если я буду действовать, не думая, просто по ощущениям, чувствуя, это будет гораздо легче, чем я буду сидеть и ебать себе голову. А что? А как? И на самом деле, для меня было очень мощным инсайтом, который ты мне положила в голову, что чем дольше мы думаем, тем больше мы садимся на жопу и не берем ответственность за свою жизнь. Потому что мозг, на самом деле, это очень такая хитрая штука. Наша коробочка это такая занимательная вещь, которая очень любит накидывать нам всякие страхи, вот эта неуверенность и так далее. И чем больше ты слушаешь мозг, тем хуже ты начинаешь слышать себя, свою душу. И это на самом деле для меня это было в какой-то момент страшно, но сейчас я понимаю, что я могу выбрать по-другому просто. Я хотела еще узнать, вот представь, что это видео смотрит человек, который находится сейчас в твоей точке А, и девушка какая-нибудь думает, вот, сейчас пойду на Валберес, выйду, а потом запущу свой продукт, пойду там шоколад сделаю, а потом точно дойду до своего продукта, наставничества, помощи людям. Какой бы ты совет дала и вообще в целом как человеку найти силы в себе и понять, что ему уже можно сейчас начать менять себя на уровне личности и начать помогать другим людям? На самом деле я бы хотела сказать этому человеку, что с ним уже все так на самом деле. Просто ему настолько страшно себе в этом признаться, что он готов создать что-то усложняющее в своей жизни, и что самое важное, что он может сделать для себя сейчас, сесть, прислушаться к себе на самом деле, и на самом деле понять, чего ты хочешь. Это идет на уровне ощущений, это невозможно придумать, это невозможно выдумать, это сидит у тебя внутри, я просто по себе говорю, я знаю, оно сидело у меня здесь, шоколад у меня был здесь, но вот здесь я сидела и чувствовала, что мне есть что дать этому миру, и я хочу сказать этому человеку, что с тобой уже все так, ты можешь создавать сейчас все, что ты захочешь, ты можешь отдать в этот мир свою любовь, ты можешь отдавать в этот мир свои знания, ты можешь делиться своими знаниями, ты уже ценная по праву своего рождения, у тебя офигеть, какой опыт, вне зависимости от того, насколько ты его обесцениваешь сейчас, но твой опыт прожитый, каждый день твоей жизни он драгоценный, каждый день жизни драгоценный, каждый твой вздох ценен, и тебе не нужно доказывать что-то кому-то, и себе в первую очередь, что тебе нужно быть какой-то для того, чтобы исполнять свои мечты, важно просто пойти сделать, пойти в честность, сказать себе, какой нахуй шоколад. Какая вообще иллюзия бурной деятельности, если я хочу помогать людям, передавать знания, делиться с ними своей любовью, и вот эта честность, она как раз-таки поможет человеку признаться себе в том, что, ну, что да, в какой-то момент я выдумала это себе, но это не делает его плохим. Знаешь, о чем бы я еще хотела поговорить после того, как вышли новости о том, что Аяза, нашего любимого инфобизнесмена и миллиардера посадили, я заметила, что в поле появилось такое напряжение и страх оказаться за решеткой, страх, что тебе может что-то переписать, в чем ты не виноват, что это все огромная пирамида, которая скоро рухнет, и вот что вообще в твоей голове сейчас происходит по этому поводу, что ты думаешь по поводу наставничества, что ты думаешь по поводу инфобизнеса, и как ты к этому всему относишься? На самом деле в последнее время как-то очень часто фонит какая-то информация про то, что наставничество это пирамида и так далее, на самом деле мы все живем в пирамиде всю жизнь, мы приходим учиться к другим людям для того, чтобы они нас научили, для того, чтобы мы могли учить других людей, и на самом деле люди, которые видят наставничество пирамиду, они настолько боятся себе признаться в том, что там можно легко реализоваться и проявиться, что они готовы это обесценить, и на самом деле это окей, потому что обесценивание скрывает страх, и на самом деле это можно, к этому отношению можно очень легко поменять, просто посмотрев правде в глаза, увидев, что существуют там школы, институты, психологов, потому что туда приходят люди для того, чтобы взять знания, для того, чтобы научиться и пойти учить других людей, пойти помогать другим людям, и по сути это система на самом деле, это система, которая работает, система, в которой спрятана куча энергии, система, в которую приходят люди для того, чтобы эту энергию создавать, расширять, делиться с другими людьми из любви, и ну это окей, что люди так думают на самом деле, про Аяза тоже хотела сказать, что как только я узнала эти новости, мне стало больно на самом деле, потому что мне не стало страшно, мне не стало там как-то опасно, какие-то ощущения опасности в моей жизни возникли, потому что я подумала о том, что люди, которые не берут, я вообще сначала не поняла контекст того, за что его закрыли, я подумала, что на него дофига кто жаловался, и я по-своему эту информацию оцифровала, я подумала о том, что на него пожаловались люди, у которых не было результата, и мне стало как-то обидно, что люди, которые не берут ответственность, создают кучу напряжения, но потом кое-какие другие новости были по поводу обесценивания и возвратов, и все равно эта ситуация, она развернулась для меня более таким понимающим образом, но на самом деле, когда мы с вами стали обсуждать эту ситуацию по поводу Аяза, я вообще была вне контекста, то есть, что, как вообще произошло, и когда мы заговорили о том, что действительно произошло, я поняла, что здесь сыграла роль именно человеческая жадность, то есть, желание забрать, а не отдать, и мне тоже стало больно, потому что я очень уважаю Аяза, хоть я и не знакома ни с его продуктами, ни с чем, но то, что он делает, это очень круто, когда человек из чистой любви помогает другим людям расти, и там дофига верхушек инфобизнеса, скорее всего, проходили его курсы, насколько я слышала, и мне было в какой-то момент страшно признаться, что есть алчность в людях. Я еще хотела спросить, смотри, из-за того, что эти ситуации происходят, и на протяжении года уже у нас Елена Блиновская оказалась, да, Лерчик, Аяз, еще там несколько ребят, и вот люди, которые, у них огромный потенциал внутри, но когда они видят эти новости, они говорят себе, ну, ничего страшного, смотри, их там всех посадили, нам туда не нужно идти, это не про нас, это небезопасно. А что ты думаешь по этому поводу? У меня тоже были такие мысли, и я в моменте себя даже обесценила, я такая, давай, блядь, закругляемся нахуй, идем на Headhunter и ищем работу. В моменте, но я отследила потом, что я обесценила себя на самом деле, что, по сути, мы все делаем выбор, и другой человек не может сделать выбор за меня. Мы не можем судить о себе по поступкам других людей. Откуда я знаю, как я себя поведу в такой-то точке и заранее уже программирую себя на это, создавая страх, в какой-то момент я просто выдохнула и такая, так, стоп, мы сами создаем свою реальность, и если ты сейчас об этом думаешь, значит, ты создаешь это в своем пространстве. Тебе важно быть честной с собой, важно быть честной с людьми, и тебе важно не быть жадной, не пытаться захапать побольше, а просто отдавать в этот мир, проводить эту энергию, делиться с людьми, потому что жадность, на самом деле, всю жизнь это было не про меня. Я всю жизнь отдавала больше, чем у меня было. Я всегда все до последнего отдавала, и на самом деле, вот именно эта черта помогла мне в какой-то момент понять, что я хочу еще и получать, что я люблю деньги, что я люблю получать деньги за свою работу, что это равноценный обмен, что я чувствую себя окей, когда мне платят. И даже в своем блоге я в какое-то время боялась транслировать, что я беру деньги за свою работу, пока в какой-то момент я не призналась себе, что, ну да, мы живем в материальном мире, и без денег, ну, можно умереть. И для меня это было тоже заходом в честность, это было очень важно для меня, на самом деле. Как ты раньше видела инфобизнес, и как ты к нему относишься сейчас? На самом деле я всю жизнь мечтала зайти в инфобизнес, хоть я и не знала тогда, что такое инфобизнес, но у меня всегда было вот это желание медийности, желание проявляться, и в детстве там я и пела, и танцевала, и мне нравилось, когда меня снимали, то есть я сама снимала видео, даже какие-то книги там писала, то есть для меня было важно именно проявляться, проявляться, я хотела, чтобы на меня люди смотрели, и даже сейчас, когда я выкладываю какие-то свои фотографии в блог, мне очень приятно, что я могу показываться людям, и инфобиз в какой-то момент стал для меня чем-то небезопасным, потому что там были большие деньги, а я боялась больших денег, и я думала, что в инфобизе работают какие-то люди, которые занимаются непонятно чем, ну они вот так вот делают что-то в воздухе, похлопали, и у них деньги появились, и я не видела, что на самом деле за этим стоит до тех пор, пока я не столкнулась с этим сейчас, и я вижу сейчас инфобизнес как какую-то новую ветку, которая полностью меняет вообще реальность на самом деле, то есть есть старый инфобизнес, есть новый инфобизнес, и я говорю сейчас как раз таки про то, что мы создаем, про то, что мы делаем, потому что мы сейчас реально взрываем рынок, я считаю, и создаем полный пиздец, потому что люди не понимают, что это, но они хотят это купить, и на самом деле они хотят купить энергию, они хотят купить вот эти чит-коды, которыми мы пользуемся все, и я сама их покупаю с огромным удовольствием, потому что я понимаю, что я лучше сейчас потрачу какую-то часть денег, вложу ее в себя, чем я буду тратить на это годы своей жизни, выгорать, плакать, расстраиваться, думать, что со мной не так, но я сейчас получаю поддержку, я получаю огромные знания, и меня ведут, и я очень благодарна за это. Слушай, давай, наверное, тогда мы оставим твой телеграм-канал в описании, для того, чтобы люди, которым откликнется твоя история, подписались на твой канал, а еще я хочу, чтобы ты рассказала про трансформационный разбор, кому на него нужно идти, зачем, что люди получат, в чем смысл? На трансформационный разбор стоит идти людям, которые сейчас уже понимают, что они хотят чего-то большего от жизни, что они уже устали от того, что они работают, от того, что они создают напряжение, и даже если это человек, который уже есть в инфобизнесе, и если ему сейчас нелегко, ему важно прийти на этот разбор, потому что на разборе я вскрываю человека просто, достаю из него установки, которые привели его туда, где он есть сейчас, я довожу человека до честности, где он признается себе, что у него не так, где он проживает трансформацию, где он начинает осознавать, где он все обманывал, затем мы смотрим, на каких ресурсах вообще человек может сейчас иксануться в доходе, что у него для этого есть, создаем мотивацию, создаем стратегию, как к этому прийти, и в целом я тоже очень поддерживаю человека на разборе, потому что я считаю, что это очень важно, и то, что на разборе происходит, даже объяснить невозможно, потому что это там какая-то магия, что человек открывается, он идет в честность, он признается себе в первую очередь, в том, что у него происходит, я просто сижу, наблюдаю, помогаю человеку, и для меня это уже очень ценно. Супер классно, спасибо тебе за это интервью, спасибо тебе большое, приходите обязательно все на трансформационный разбор к Ане, я еще от себя добавлю, что разбор это всегда про работу с вашими программами, и про то, как отделить ваше я от ваших программ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!